Вашикевич Евгений Александрович И я, скорее всего, весь семестр буду с вами разговаривать Да, у нас, поскольку формат ограничен В плане, что вы меня видите и слышите, а я могу только читать Так что не обессудьте я иногда на вопросы, которые вы мне будете задавать Буду реагировать с небольшой задержкой Потому что я не сразу вижу иногда чат Ну ладно, давайте, это все лирика Давайте перейдем к предмету нашего занятия Значит, наука-физика Сама по себе изучает Ну вот, в книжках написано, что наука-физика Она посвящена изучению неживой природы Однако Если хорошенько подумать, то быстро становится понятно Что, ну, как бы живая природа Да, то, что касается растений, животных, грибов и так далее Тоже, вообще говоря, подчиняется законам физики Потому что мы все состоим из клеток, да В клетках есть куча различных веществ Белки, жиры, углеводы и так далее Это химические соединения Которые, вообще говоря, по химическим законам Взаимодействуют друг с другом Вот, однако В основе даже химических взаимодействий между веществами Естественно, лежат тоже физические законы В частности, парочку мы даже в этом году с вами пройдем Законов, которые управляют химическими реакциями на микроскопическом уровне Поэтому можно сказать, что физика — это наука в принципе о природе О окружающем нас мире И зародилась-то наука достаточно давно Еще во времена Древней Греции Как вы, возможно, знаете Была натурфилософия так называемая Сначала просто философия, потом натурфилософия И древние греки, смешные мужики в простынях Пытались как-то облечь окружающую их действительность В какие формулировки каких-то там законов, правил и так далее Сегодня современные физики занимаются примерно тем же самым То есть мы наблюдаем за окружающим миром Наблюдаем за явлениями вокруг И пытаемся их как-то вот описать И встроить в уже готовую картину мира Нет, камера, в принципе, ни от кого от вас не нужна Вот, значит Встроить в готовую картинку мира То есть в первую очередь То, что мы сейчас придумываем о мире, в котором мы живем Должно не идти в противоречии с тем, что уже придумали до нас Вот, поэтому физика как таковая Это наука о природе в принципе Однако Любой науке Естественной науке Для описания Нужен язык На котором мы будем разговаривать Так вот, мы с вами в течение этого года Будем разговаривать на Ну, во-первых, конечно, на русском языке А во-вторых, конечно, на языке математики Потому что оказывается, что Математика представляет собой прекрасный инструментарий Да, набор инструментов Для того, чтобы как-то систематизировать Набор закономерностей, наблюдаемых в природе Да, тема сегодняшняя Ну, давайте так сформулируем Физика как наука Вот, значит Наблюдаем окружающий мир Говорим на языке математики Вот Собственно, начало Начало физики, наверное Можно сказать, что было положено Вот, как я уже сказал Да, в античные времена Когда Были придуманы Многие законы Геометрической оптики Да, были придуманы уже линзы, зеркала И так далее, так далее, так далее Были проведены какие-то наблюдения Уже за, там, погодными явлениями И более того, даже уже было сделано предположение В античные времена О том, что все вещества состоят из атома Ну, атом же древнегреческое слово Ну, вот Первые ростки такие Уже вполне серьезные Сегодняшние науки Пробивались тогда Самое бурное развитие, наверное Физики Началось с века 17-го Началось хорошо знакомого вам Товарища сэра Исаака Ньютона Который Соместно с многими другими Своими товарищами Соратниками Ну Составил вот из всех разрозненных данных На самом деле Некоторый трактат по механике Да Где математическим языком Вроде как Вот были написаны основные Такие основополагающие Для любого физика сейчас вещи Мы их тоже коснемся Ну, а потом закрутилось Завертелось Веки в 19-м, в 18-м Уже физика Прямо переживала Свой расцвет Потому что Было В тот момент Как раз жили И творили Десятки Если не сотни Талантливейших ученых Мы их с вами Потихоньку будем изучать Вот И конечно В 19-м веке Была написана Теория электромагнетизма Была написана Практически Вся оптика Вот В 20-м веке Как-то пожиже Стало Немножко Поменьше исследователей Таких Такого уровня Однако Начало 20-го века Это конечно Вы все знаете Это Альберт Эйнштейн Да Это разговоры О квантовой механике О каких-то Космологических Значит Вещах О том Как вертятся планеты На самом деле Потому что понятно Что как вертятся планеты Это еще с Коперника История длится А вот Современную теорию Называется Общая теория Относительности И она была создана Эйнштейном И товарищами Вот как раз Наверное В начале Середине Прошлого века Вот В этом В этом веку В 21-м Пока что там Ну великое было Но это уже Такие слишком Сложные материи Да Чтобы я мог О них так Просто рассказать Хотя возможно Мы когда-нибудь Коснемся Современного Состояния Физики Науки Значит Ну давайте Переходить От слов К делу Значит Я сказал Что физика Она наблюдает За окружающей природой И описывает Это языком математики Так вот Что такое Давайте разберемся Потихонечку Что такое Наблюдение В принципе Когда вот Я стою И вот Я не знаю Из тучи Идет дождь Что такое Наблюдение Ну в первую очередь Конечно же Я получаю Информацию Из всех своих Органов чувств Правильно Я вижу Я слышу Я осязаю Я чувствую Кожей температуру Если я немного Буду Более Так сказать Ученым Я возьму Какой-нибудь Прибор Ну вот Допустим Я захочу Померить Не знаю Влажность Тучи Я возьму Прибор Какой-то Для измерения Влажности И засуну Его туда Или еще Там проще Если мне нужно Померить Здравствуйте Камера Не нужна Если я хочу Померить Расстояние Между двумя Точками Я возьму Прибор Называем Линейка И собственно Проведу Наблюдение Сопоставлю Одну точку Каким-то Риском На линейке И вторую Точку Каким-то Риском На линейке Вычту Одно Из другое Получу Расстояние Между двумя Точками Некоторые Но Давайте Еще Глубже Заглянем Откуда У меня линейка Кто Мне Ее Ну и понятно Что я в магазине Купил Но Вот Откуда Это все Взялось Кто Нарисовал Первую Линейку Кто Нанес Кто Мне Гарантирует Что Вот Между Соседними Рисками Написано Один Сантиметр Расстояние Кто Мне Гарантирует Что Это Действительно Так И что Такое Вообще Сантиметр Откуда Он Взялся Почему Вот Кто Меряет В сантиметрах Кто То В метрах А Собственно На западе В принципе Меряют В ярдах Футах И так Далее И так Далее Значит Да История Про Измерение Заметьте Наблюдение От измерения Отличается Чем Что При наблюдении Я скорее Руководствуюсь Просто Ну вот Каким-то Могу Словесным Словесно Опыт Описывать А измерение Это уже Сопоставление Каких-то Цифр Каких-то Чисел Я Будем Говорить Значений Физической Величины Не вдаваясь Пока в подробности Что такое Именно Физическая Величина Давайте Все-таки Разберемся С линейкой С линейкой Откуда Она такая Взялась Значит Естественно Необходимость Что-то Измерять Она Достаточно Существует Давно У людей При этом Естественно Не в науке Она Существовала Вполне Все в быту Да Нам надо было Мерить расстояние В первую очередь Надо было Мерить Время Надо было Мерить Много Чего И с расстояниями На самом деле Все очень просто Потому что Человек До До того Как появились Измерительные Приборы Типа Линейка Штангенциркулем Человек Мог Мерить В чем Только В чем-то Нет Смотрите Мерить Мерить можно Во всем В чем угодно Но когда Я скажу Меня спросит Другой человек Сколько ты Намерил Я должен Ответить ему Так Чтобы он Понял Поэтому люди Использовали Чаще всего Вещи Которые Универсальны Для каждого Человека Плюс на минус Универсальны Это Длинный Ног Рук Ладоней Ступней И так далее Понятно Что у всех Разное Все Это понятно Но Плюс Минус Один метр Это Вот Грубо говоря Вот Длина руки Это примерно Метр У Среднестатистического Какого-нибудь Человека Вот Вот И мерили На Руси Мерили Воршинах Саживания Косых Саживания И так далее Это тоже Определенные Расстояния На теле Человека Отмечались Потом Физики Договорились Слушайте Давайте Все-таки Руки У всех Разные Нужно Что-то Поточнее Брать Ну И вот Сделали Некоторую Палку Какой-то Какую-то Палку И объявили Ее Один метр Эта палка Называется Эталон Эталон Не путать С этанолом Этанол Это спирт А эталон Это палка Один метр Ну Это что-то С чем Сравнивают Сделали Палку Такую Вот И давай Значит Все Теперь Все Теперь Все Понятно Значит Если Я хочу Что-то Измерить Я должен Приложить Эту палку К своему Предмету Да Какому-нибудь Вот у меня Расстоянии Между Мердвину Точками Я прикладываю Туда Палку И значит Смотрю Сколько Палок У меня Поместилось Вот в метрах Естественно Для удобства Мы поделим Ее пополам Потом Еще раз Пополам Потом Еще раз Пополам И так далее Нанесем Ну Более Мелкие Деления Вот вам Первая Линейка Это Опять-таки Она ниоткуда Не взяла Никто Это не специально Придумали Это Просто договоренность Вот давайте Именно Вот такую Вот палку Вот такой Длины Мы будем Называть Один метр Вот Однако Начались Проблемы Проблемы Такие Что Деревянные Палки Они очень В общем-то Быстро Приходили В негодность Да Если Старый Если Деревянный Талон Метра Сломался То Как бы Откуда Новый Брать Мы только Что Договорили Что Вот Это Метр Значит Многие Металлы Когда Уже Да Это Я Говорю Уже О Таких Веке 18 19 Многие Металлы При этом Они Вроде Как Хороши Потому Что Не ломаются Так Так уж Просто Как дерево И гниют Но Они Зато От температуры Окружающего воздуха Начинают Либо Расширяться Либо Сужаться Значит Если кто Если что Если кто не знал То металлы По большей части На жаре Расширяются Их объем Становится Больше А на холоде Наоборот Уменьшают Уменьшают Свой Объем Вот Поэтому В итоге Договорились Взяли Палку Из Какого-то Там Цезиевого Сплава Я Сейчас Не буду Вам Точно Это Все Проговаривать Это Нам Не Надо Точно Проговаривать Значит Взяли Палку Из Цезиевого Сплава И Которая Мало Подвержена Температурам Значит Ну Вот Объявили Ее Одним Метром Заперли В палате Мер И весов Так Появился Эталон Метра Значит Да Следует Сказать Что Сегодня Среди Всех Ученых Существует Договоренности В чем Мы Измеряем Величины И Это Называется Система Си Ну Система Си Это Тавтология Си Значит Система Измерений Вот Все Физики Договорились Что Расстояние Мы Будем Мерить В метрах Не В футах Не В Километрах Не В метрах Именно Вот Следующее Что Очевидно Нам нужно Мерить Это Время Вот Подскажите Мне Пожалуйста Может Кто-нибудь Знает Какой-то Получился У меня Безмен Ну да Ладно Может Кто-нибудь Знает Почему Именно Секунда Для нас Сейчас Единица Измерения Времени Вот Мы Говорили Про то Что Люди Придумывали Что-то Универсальное Почему Удобно Удобно Это Правильно Почему Почему Ну Вот Не знаю Смотрите Вращение Полный Оборот Земли Вокруг Своей Оси Это 24 Часа 24 Это Категорически Неудобное Число 365 Дней Это В секундах Посчитайте Это Страшно Дурацкое Число Это Неудобно Вращение Земли В секундах Совершенно Ну вот В миллисекундах Много Нулей Нет Представьте Себя На Месте Какого-то Значит Древнего Агрария Ему Нужно Время Померить Какие Миллисекунды Миллисекунды Ты человек Никак Не можешь Не может И часы Тоже Вроде Как Долго Все Очень Просто Все Очень Очень Просто Здесь На самом деле Это Одна Секунда Это Среднее Время Одного Удара Сердца Опять У Среднестатистического Человека Изначально Было Так То есть Вроде Как Сердце У всех Есть У людей Вот Пульс Среднестатистического Мужчины В состоянии Покоя Он В районе 60-70 Ударов В минуту Как мы Сейчас Говорим А тогда Вот Мгновение Между Двумя Конечно Он Меняется Слушайте Ну так Длина рук Меняется Я говорю Сейчас Про то Как Изначально И мы Не говорим Тут Про Точность Да Тут Как Было Изначально Людям Удобно Вот А Профессиональных Спортсменов Древней Гресицы Не Приглашали Измерять Секунды Вот Значит В Какие-то Вот Эти Дремучие Времена Мгновение Между Двумя Ударами Сердца Было Удобно Обзывать Единицы Время Значит И Потом Все Соответственно Стало Сложнее Потому что Смотрите Как вы Наверное Знаете Древние Греки Измеряли Время Время По Часам В том Числе Солнечным И так Далее Так Далее Так Далее А там Секунды Отмерять Категорически Неудобно Да Или там По звездам Можно Время Определять Но это Тоже Секунды Неудобно Это удобно Большие Временные Примежутки Так И вот Получается Что у нас Так Вот Разделилось Видите Все Измерение Времени На то Что удобно Вот Человеку На масштабах Одного дня Это секунды Минуты Да И на то Что удобно В течение Годами Это там Дни Недели Месяцы И так далее Поэтому Поэтому Так все И такие числа Дурацкие Потому что Вот секунды Физики Выбрали В качестве Единицы С А потом Ну а через секунды Все остальное Что часы Что Годы Тем более Выражаются Конечно Неудобно Но уж Так Так повелось Так исторически Сложилось Физики Когда не могут Объяснить Логику Чего-нибудь Они говорят Так сложилось Исторически Поэтому Ну вот Как-то Секунды Хорошо Да Про современное Состояние Измерения Секунд Тоже Наверное Стоит сказать Естественно Сначала Мерили Эту самую Одну секунду Замеряли Значит Через падение Предметов То есть Эталон Секунды Ну надо же Какой-то Все-таки Сердце Как вы правильно Заметили Штука Ненадежная Вот Бросали Предмет Четко Конкретных Размеров Бросали С высоты Ну вот Ровно Секунда Вот это Отмечалось За секунду Потом Оказывалось Что это Не очень Удобно Сейчас Сейчас Время Вообще Меряют По атомным По атомным Величинам По атомным Часам То есть Там берут Время Какого-то Да Меня зовут Евгений Александрович Я Вначале Вроде Представлялся Но к сожалению Истер Свое имя Вот То есть Сейчас Берут Времена Каких-то Там В атомах Процессов Каких-то Излучений Сверхтонких Линий Нам это С вами Пока что Не грозит Вот Умножают На Миллион Миллион Миллионов И Вот Получается Одна секунда Эталон Секунды Сегодня Проверяется В том числе В космосе Летают Эти Атомные То что Погрешности Времени Порядка Десяти В минус Пятнадцатой Степени Секунд Десять Минус Пятнадцатой Степени Секунд Это Единичка Делить На Единичку С Пятнадцатью Нулями Вот Такое Вот Маленькое Число Значит Это Погрешность Сегодняшних Атомных Числов Естественно На руке На руке Вы такие Не поносите Это Огроменная Такая Ну вот Это Такая Огроменная Штука Магниты Как Чего-то Там Напихано Вот Но Тем не менее Время Сегодня Эталон Времени Выставлен По Атомным Часам Вот Ну и Наконец Нам надо Еще Одну Величину Ввести Величину Уже Не относящуюся Напрямую К Такой Не Кинематическую Вот Величину Массы Массы Значит Это Была Длина Это Было Время А Это Будет Масса С Массой Тоже Все Достаточно Забавно Потому Что В измерениях Массы Вообще Разброд И шатание Было В чем Только Не мерили Тоже И в унциях И в чем Там Черт знает В чем Извините В конце Концов Когда Создавалась Палата Мера Весов Во Франции Взяли Небольшое Ведро Зачерпнули Воды Из реки Сена И вот Это ведро Воды Именно Из этой реки Объявилось Эталоном Килограмма Было сказано Вот это Ровно Давайте договоримся Что вот это Один килограмм Ну Естественно Это Плохой Килограмм Потому что Вода Меняет Свои Химические Свойства Ведро Это Тоже Ну Извините Одно Сломалось А второе Уже Немного Не такое То есть Вот этот Эталон Не самый Удачный Потому что Он Подвержен Влиянию Времени Так же Как Деревянная Палка То есть Когда мы Измеряем Время Мы Уверены Что Спустя Десять Лет Атомные Процессы Будут Протекать Точно Так же Как Протекали Сегодня В атомах Там Какие-то Излучательные Акты То Ведро Воды Через Десять Лет Категорически Не может Не весить Уже Килограмм Вода В конце Концов Испаряется В конце Концов Там Коррозия Химические Какие-то Реакции Идут От Времени В общем Плохой Эталон Да Жидкости Толитрами Но Это Вы Говорите Скорее Про Объем А я Вот Говорю Про Массу Когда Набрали Ведро Воды Сказали Что Это Весит Один Килограмм Что С Объемом С Объемом Погодите Мы Разберемся Там Еще Все Хуже Вот Значит Поэтому Потом Ведро Воды Было Заменено На Вот Тоже Металлическую Колыбаху Какую Значит На Какой-то Цилиндрик Из металлом Слабо Подверженному Внешним Воздействием Вот Ну А сегодня Опять-таки Сегодня Все удобно Измерять Уже На Атомном Уровне Потому Что Это Потому Что Это Было Тогда Недоступно А Сегодня Атомы Дают Максимальную Максимальную Возможную Точность Которую Вы Можете Вообще Пожелать Вот Поэтому Сегодня На самом деле Все Эталоны И Уже Эта Цезиевая Палка Тоже Не Эталон Метра Метр Метра Метра Меря Через Длину Волны Излучения Какого-то Там Опять Атомного Перехода Вот Поэтому Сегодня Эталоны Все Атомные Ну Или Атомные Как вам Удобнее Говорить Вот Все Задается Через Микромир Значит Вот Эти Три Величины Почему Я Остановился Сейчас На них Вот Эти Три Величины Килограмм Метр Секунда И Составляют Систему Си Все Остальные Величины А Ну Еще Да Еще Мы В конце Там Есть Еще Такая Штука Как Кулон Такая Величина Но Это Это Потом Это Во второй Половине Года Мы С вами Будем Обсуждать Пока Что Нам Хватит Килограмм Метр Секунда Из Этих Величин Составляются Все Остальные Например Если Вы Хотите Померить Объем Вы Его Должны Мерить Ну Мы Люди Меряем Его В Литрах Это Удобно А Ученые Говорят Ну Объем Это Вот Трехмерная Да Такая Величина Трехмерного Объекта Характеристика Вот Давайте Я Делаю Кубик Метр На Метр На Метр Ну И Вот Этот Кубик Будет Элементарным Объемом Вот Элементарным Это Значит Что Из Таких Кубик С Любой Другой Объем Из Этих Кубиков Я Буду Набирать Там Необходимо Как Я Сравнивал Длину С длиной Палки Время Значит Со Временем Падения Каких-то Тел Или Как Сейчас Со Временем Излучения В атомах Цилиндры Я Ставил На Весы Тело Какое-то Я Ставил На Весы Против Этого Ведра С водой Ну Вот Так И Тут Я Буду Любой Объем Сравнивать С кубиком Метр На Метр На Метр И объем Измерений Объем Мера Измерения Объема Это Никакой Не литр А Один Метр Кубический С литрами Литр Удобен Человеку Но Неудобен Ну В науке Договорились Все через метры Но Зачем Еще Одну Величину Вводить Литры Которые Если У нас Есть И так Что-то Что Выражается Через Метры Значит Например Дальше Например Скорость Какого-то Тела Автомобиля Велосипеда Или Нас С вами Можно Измерить Поделив Расстояние На Время Замерить За сколько Секунд Тело Пройдет Определенное Расстояние Поэтому Мера Измерения Скорости Единицы Измерения Скорости Это Метры Делить На Секунды Дальше Вы Познакомитесь Еще С величинами Например Такими Как Сила Она Будет У нас Измеряться В килограммах На метры На секунды Квадратные В квадрате И так далее Так далее Так далее Этих величин Перевеликое множество Но Нам важно С вами Знать Что Все Физические Величины Собираются Из Вот этих Наших Ну Плюс Кулон Еще Меры Кулон Это Мера Электрического Заряда Электрические Заряды Измеряются В кулонах Вот Из этих Четырех Собирается Все Если Вам Нужны Часы Литры И так далее И так далее Вы легко Можете Это выразить Ну давайте Тут сразу И напишем Основные Такие Переводные Коэффициенты Значит Давайте Сначала Про Метр Мы С вами Будем Часть Физики Удобно Обсуждать Ну вот Использовать Так называемые Степени Десятки В качестве Чисел Потому что Все Наши Человеческие Приставки Всякие Кила Мега И так далее Они Как раз По степеням Десятки Значит Если Вот у вас Есть Один Метр Тысяча Метров Я буду Писать Десять В третьей Степени Метров Это Называется Кило Метр Значит Если Я возьму В обратную Сторону Одна Десятая Десятая Метра Как называется Кто знает Не-не-не Дециметр Правильно Ответ Дециметр Десятая Приставка Дециметр Это Одна Десятая Приставка Кила Это Тысяча Приставка Санти Это Видимо Одна Ой Извините Одна Сотая Десятая Десятая Но Десять Минус Шестой Это Микрометр Микрометр Десять Минус Шестой Это Одна Миллион Десять Как я Как я Степень Десятки Пишу Значит В положительной Степени В плюс Третий В плюс Шестой Это Значит Да Тысячи Миллионы И так далее И так далее Значит В минус Третий Минус Шестой Это Одна Тысячная Одна Миллионная И так далее Значит Дальше В уменьшение Мне удобно На самом деле Идти После микрометра У нас Есть Нанометр Десять Минус Девятый Нано Потом Есть Десять Минус Двенадцатый Десять Минус Пятнадцатый Кто-нибудь Когда-нибудь Слышал Такие Величины Маленькие Как называются Вот это Десять Минус Двенадцатый Называется Пикометр Десять Минус Пятнадцатый Называется Фемтометр Ну там Дальше Дальше Есть Еще Какие Конечно Йокта И так Далее Но Это Уже Экзотика Нам С вами В основном Понадобится Все До Нанометров Вот От Километров До Нанометров Там Естественно Дальше Вы можете Измей Вы можете Десять Шестой Метров Называть Мегаметром Да Десять В девятый Вы можете Называть Гигаметром Значит Десять В двенадцатый Вы можете Называть Терраметром Да Но Этим Мало Кто Пользуется Потому Что Не Очень Удобно На Таких Больших Расстояниях Чаще Всего Используют Уже Космические Единицы Астрономические Всяческие Парсеки И так Далее И так Далее Вот Значит И Абсолютно Так же Вот Что Удобно Приставки Если Мы Выучим Абсолютно Так же Вообще Со Всеми Физическими Величинами То есть Если Я возьму Измерять Секунды То У меня Будет Точно Так же 10 Минус Третий Секунд Это Миллисекунда 10 Минус Шестой Секунды Это Микросекунда И так Далее Да У 10 Минус 12 Название Пико Пикометр Также Микросекунда Наносекунда Фемто Секунда И так Далее Так Далее Да Ну И опять В мега И террасекундах Никто Ничего Не меряет Меряют Уже В миллиардах Лет Уже Почему-то В годах Ну Ну Такие Вот мы Люди Странные Существа Никак Не можем Договориться И С килограммом То же Самое С килограммами То же Самое Значит Причем Смотрите Забавно Что Что В качестве Единицы Си Было Взят Один Метр Обычный Да Одна Обычная Секунда И Один Килограмм То есть Десять В третий Грамм Почему Не один Грамм Потому что Один Грамм Это очень Мало Это Неудобно Человеку Поэтому Кила Значит Там Так же Идет Да Там Миллиграмм Микрограмм Нанограмм И поехали Туда То есть Приставки Надо Знать И Любить Они Касаются Любых Физических Величин Любых Хорошо Значит Я Мы На каком Мы сейчас Этапе Построения Науки Физики Мы договорились В чем Мы будем Мерить Мы В каких Единицах Измерения Мы договорились Где У нас Эталон Процесс Измерения Это сравнение С эталоном Правильно Значит Мы договорились Что такое Эталон С чем Сравниваем А теперь Мне хочется Сказать О том Что все Это на самом Деле Физики Измерения Это очень Грустная Вещь Сейчас Объясню Почему Смотрите Вот Я беру Линейку Значит Да Слушайте Блиставки На самом деле Гуглятся И на Википедии Если что Есть Если хотите То Почитайте На досуге Значит Смотрите Вот я беру Линейку Моя линейка Построена По эталону То есть ее Когда На нее Наносили Рисочки На нее Наносили Ровно По Вот Сравнивая С эталону В палате Мировый сов Значит Вот такая Линейка Ну не очень Красивая Получилась Ну ладно Смотрите Я И мне нужно Измерить Какой-то Объект Этой Самой Линейкой Вот Какую-нибудь Зеленую Змею Значит Я прикладываю Линейку Совмещаю Одну риску С началом Объекта А потом Смотрю С какой Риской Совмещается Конец Объекта И вот Печаль Это Моя Зеленая Штука Длиннее Чем Вот Эта Риска Да Заходит За И не Доходит До Этой А между У меня Ничего Нет А между У меня На линейке Не нанесено Значит Что мне Делать Я возьму Линейку Поточнее Я возьму Ту Где есть Маленькие Маленькие Деления И рассмотрю Ситуацию Поближе Рассмотрю Поближе И обнаружу На самом деле Опять Сейчас Пардон Даже С моими Маленькими Рисочками Точно Все равно Я могу Сказать Что Вот Вот Может Случиться Такое Что Опять Попадает Между Не могу Я сказать Сколько Точно Ну вот Где-то Между И это Очень Важно Для нас Вы Так Можете Линейку Уменьшать Уточнять Хоть До Атомов Когда Когда У вас Будет Одна Риска Это Один Атом Расстояние Между Рисками Так Конечно Так В реальности Нельзя Не думайте Что так Можно На Микро Уровне Уже Работают Законы Отличные От Нашего Поэтому Да В общем Вы К чему Я веду Абсолютно Правильно Вы Точное Значение Никогда Не Получите В течение Любого Любое Физическое Измерение Почему Математика Называется Точной Наукой А физика Не Называется Точной Наукой Называется Естественной То Что В настоящем В реальном Мире Далеком От Математиков Мы Можете Мерить Только Примерно Любая Измеренная Вами Величина Действительно С точностью До Погрешности Под Погрешностью Измерения Я беру Ну вот Принято Принято Говорить Что Погрешность Измерения В простых Случах Это Половина Цены Деления Измерительного Прибора То есть Если у вас Цена Деления Один Сантиметр Между Соседними Рисками Один Сантиметр То Пол Сантиметра Это Ваша Погрешность Тогда L Длиной Зеленой Змеи Я могу Измерить Сколько Сантиметров Плюс Минус Еще Пол Сантиметра Это Вот Да Если Было Минус Пол Сантиметра Она Была Вот Здесь Плюс Она Была Примерно Где-то Здесь Нет Смотрите Я всегда Я Говорю Что Примерно Я Естественно Имею Ввиду Эксперимент Теоретические Расчеты Когда вам Даны Точные Цифры Конечно Могут Быть Сделаны Сколь Угодно Точно Но Любое Измерение Любого Реального Объекта Оно Всегда Не Точное Вот Поэтому Все Что вы Можете Делать Это Более Точные Приборы Дадут Вам Более Маленькую Погрешность Вот Там Не знаю Одна Стотысячная Сантиметра Или Там Вообще Десять Минус Ой Не знаю Что там С размерами Атомов Размер Атомов Примерно Экстремный Ну Вот Наверное Десять Минус Десять Минус Девятый Можно Метра Мерить Даже Вот Но Все равно Эта Погрешность Будет Даже Если Вы смотрите Те Кто Думает Что Это Все Связано С тем Что Я Глазом Смотрю Нет Принципиально Невозможно Идеально Что-то Измерить Все Что Вы Можете Сделать Это Нащупать Интервал От И до В котором Лежит Истина Вот Да Да Там В чате Абсолютно Правильный Диалог Идет Вы Можете Только Нащупать Интервал В котором Истина Вы Можете Более Того Есть Такой Прибор Называется Штангенциркуль Слышали Когда-нибудь Про такой Значит На штангенциркуле Есть Специальная Уточненная Шкала Сейчас Даже Он у меня Где-то Долго Я сейчас Если Очень быстро Его найду То Я вам Даже Покажу Сейчас Секунду Нет Быстро Не найду Ну ладно В следующий раз Покажу Значит Штангенциркуль Там есть Очень-очень Точная Шкала До Долей Миллиметра И мы Как-то Выполняли Лабораторную Работу Мы Брали Вот Какое-то Тело Цилиндрик Металлический И Мерили Его С точной Длину Высоту То есть Цилиндра С точностью До сотых Долей Миллиметра И Мы Делали Так Приложили Этот штангенциркуль Записали Значение Отодвинули Штангенциркуль Его там Расслабили Снова Приложили Мы Каждый раз Получали Чуть-чуть Разное Число То есть Разное Количество Рисочек Было Потому что Точный Прибор На него Влияет Все что Угодно И Потом Мы провели 10 Там 100 Измерений 100 Измерений В каких-то Измерениях Мы Может Неплотно Прижали В каких-то Измерениях Вы там Так Повернули Этот цилиндрик Что у него Там Немножко Неровность И так Далее Причин Может быть Масса Я еще не хочу В них Доваться Но тем Не менее Вы получаете Немного Разные Цифры И Потом Мы Искали Средние И Тоже Записывали Что Длина Длина Металлической Болванки Это Число Плюс Минус Какая-то Погрешность Вот Значит Есть Гораздо Более Интересные Эффекты На микроуровне Пока Что Кажется Что Ну Давайте Вот Реально Линейку Размером Сатом Сделаем И Все будет Очень Точно Но Очень Интересно Что На микроуровне Там Нам Сама Физика Запрещает Мерить Точно Вот Вообще На уровне Микроскопическом На уровне Атомов Все Процессы Вероятно Имеют Какие-то Вероятности Вот Ну Как При броске Монетки Да И Там Точного Значения Каких-то Величин Вообще Быть Не Может Может Быть Только Вероятность Получить Такое Значение Или Вероятность Получить Другое Значение Вот Но Это Может быть К концу Года Мы Доберемся Да То есть На самом деле Сама Физика На микроуровне Против Того Чтобы Измерять Абсолютно Точно Да И Не Было Нет Давайте Мы Вот Запомним Не Существует Такого Понятия Как Идеально Точное Измерение Все Что Вы Можете Сказать Это Интервал В котором Лежат Ваши Величины Вот На этом Замечательном Моменте Я На Сегодня Пожалуй Закончу Вот Чтобы Вам Наши Базовые Концепции Которые Мы Сегодня Обсуждали Вот Поэтому Спасибо Вам За занятие И Мы Увидимся С Вами Через Неделю И Продолжим Разговаривать Про Всякие Печальные Вещи Все До Свидания